На Ямале отмечено небывалое количество ворон. К такому наблюдению пришли местные орнитологи. Ученые отмечают, что по сравнению с прошлыми годами серых ворон в Ямальской тундре стало значительно больше. Кроме того, расширяется их ареал обитания. Он становится все севернее. В этом году ворон впервые видели даже на Сабете. Ученые обеспокоены, что увеличение популяции этих пернатых может негативно отразиться на численности других птиц, обитающих в Арктике. Сейчас потеплело, сейчас появилось больше людей на севере, появилось больше помоек, средств, где можно переждать непогоду на каких-нибудь чердаках. И поэтому ворон становится больше. А опасность и ужас врановых птиц всех, и воронов, и ворон в том, что они специализируются на разорении гнезд других птиц, на куликов, куропаток, уток, гусей и так далее. И именно поэтому они могут теоретически повлиять на снижение популяции каких-то арктических видов, которые здесь тысячи лет жили без присутствия ворон. В Ноябрьске началась сезонная вакцинация против гриппа. Процедуру уже прошли почти 3000 человек. Всего же в Ноябрьске планируют привить около 48 тысяч горожан, 19 700 из них – это дети. Специально для этого в город поступил препарат «Севигрипп». Правда, пока только около 40% от общего объема партии. Оставшаяся часть поступит в Ноябрьске до конца сентября. Под тип H1N1, под тип H3N2 и тип B. Ну, тип B, он не изменен, он не мутирует, а все остальные гриппы меняются. И вот этот состав вакцины, он отвечает требованиям Всемирной организации здравоохранения. Они, кстати, только в июле, по-моему, определились именно с составом вакцины. Почему вакцина каждый год изменяет свой антигенный состав и каждый год вырабатывается свежая вакцина, выпускается, вернее, свежая вакцина. По словам врачей, самое лучшее решение привиться сейчас, когда еще не начался подъем заболеваемости в городе после отпусков. Вакцина позволяет перенести грипп в более легкой форме. В прошлом году в Ноябрьске лабораторно подтвердили 350 случаев заболевания. Народ начал интересоваться, а будет ли вакцина, а как нас будут прививать, где-то уже с середины августа. В основном интересуются пенсионеры, кстати, достаточно активная часть населения, и интересуются педагоги. На Ямале запустили систему оптимизации контроля вывоза отходов. Правда, работает она пока в тестовом режиме и только в Салихарде, но в скором времени, возможно, доберется и до Ноябрьска. Вся суть сводится к работе специальных датчиков, которые установили на пяти мусорных контейнерах. Систему тестирует Ростелеком и инновационные технологии. Репортаж из столицы Ямала смотрите прямо сейчас. Эти несколько точек на экране монитора служат ориентирами для коммунальщиков. Каждый пункт — отдельный мусорный контейнер. Цвета каждому из них присваивает умная система в зависимости от наполненности баков. Таким образом, коммунальщики видят, какой мусорный контейнер нужно опустошить в ближайшее время. Там, где у нас зеленая индикация, это говорит о том, что на данной территории мусор вывозится с той чистотой, которая нужна. На этой территории среднее накопление, но все-таки, как правило, мусорный бак бывает полон. На этой территории, на одной из трех площадок, мусорный бак практически всегда переполнен. Данные на центральный сервер ежесекундно передают такие датчики. Эти устройства постоянно считывают объем баков и их наполненность. Они способны работать в экстремальных условиях севера, кроме того, датчики удара прочные. Батареи, на которых работает устройство, нужно менять раз в несколько лет. В общем, система непривередлива в обслуживании. Она появилась в России не так давно. Сработал простой принцип — спрос рождает предложение. Жалобы от граждан так или иначе не поступают, что мусор не убирают, и контейнеры переполнены. Приходится ставить мусорные пакеты рядом с баком. А самому единому региональному оператору по сбору отходов некомфортно, потому что приходится приезжать иногда к пустым контейнерам, что затрачивает трудовой ресурс бесполезно, а также несет расходы необоснованные на амортизацию автомобилей и топлива. У нас получается ориентировочно по Ямалу 15 тысяч мусорных контейнеров. На основе полученных данных система не только сообщает о том, на какие мусорные баки стоит обратить внимание, но и составляет оптимальный маршрут для автомобилей, которые вывозят отходы. По предварительным подсчетам, это поможет значительно сократить расходы коммунальщиков на транспорт. Сразу на геоинформационной подложке на карте определяется маршрут для уже непосредственно мусоровоза. Определяется маршрут с наиболее оптимальной трассой. При этом учитываются в том числе и какие-то ремонтные работы, которые ведутся на дорожном полотне. Салихард стал первым городом на Ямале, в котором эта система функционирует, пусть и не полностью. На чьи плечи ляжет финансовая сторона вопроса, в установке и обслуживании датчиков сказать пока никто не берется. Компания Ростелеком уже сейчас готова оснастить датчиками абсолютно все города Ямала. Но окончательное решение должны принять на уровне не только округа, но и каждого города отдельно. Данная система работает в тестовом режиме как раз для того, чтобы действительную экономику мы сейчас смогли просчитать. Ну а на уровне администрации города и даже правительства округа сейчас активно обсуждается и осуществляется поиск источников финансирования таких мероприятий. Все нововведения, особенно связанные с цифровизацией, они безусловно не дешевые, как минимум на первом этапе. Поэтому самый важный вопрос это источник финансирования, тарифное регулирование, либо это будут мероприятия осуществлять сами муниципалитеты. Это определят собственники контейнеров площадок, муниципальные власти и соответствующие государственные структуры, устанавливающие тариф. В интернете набирает популярность песня о ямальской зиме. Ее написал музыкант из Муравленка Сергей Зырянов, известный больше по псевдониму Задира. Композиция под названием «Белый город» посвящена природе и людям, которых не пугает суровая зима. Сергей сам сочинил стихи, написал музыку и исполнил песню. Причем 29-летний ямалец не является профессиональным исполнителем. По профессии он электромонтер и слова к песне сочинил по дороге, пока ехал от дома к месту работы. Кстати, очень странно разошлась почему-то, я не ожидал, если честно. Ну, писал так, как бы для себя просто. Еще больше новостей на сайте Ноябрьск-24. в официальных группах телеканала в социальных сетях.